итак всем огромный привет дорогие мои я все это время думала гадала стоит ли мне с вами выходить на связь потому что мне совершенно нет никаких хороших новостей у каждого свой есть какой-то негатив свои переживания не хотелось на вас вот это вот свое г все выплескивать но я просто не выдержала уже просто уже не выдержала захотелось поделиться потому что не могу удержать себе я до такой степени устала что вы просто себе не представляете посмотрите на кого я похожа мой мой внешний вид он просто говорит сам сам за себя сплошной стресс сплошной негатив сплошные какие-то затыки нестыковки препятствия это расходы нежелательные денежные это просто какая-то катастрофа если вы видите я по-прежнему нахожусь у юли в москве мы никуда не улетели ой не знаю даже с чего начать рассказывать мы подготовили в принципе все документы очень волновались какой же будет результат анализа у ариночки потому что ну мы делали анализ исследования на антитела к бешенству это обязательно для того чтобы ввести кошку в корею естественно речь не идет о болезни о заболевании бешенством анализ делается для установки уровня ну чтобы установить какой там уровень антител потому что для ввоза в республику корею она же южная корея имеет значение какой будет уровень антител то есть недостаточно того чтобы они просто были должен быть определенный уровень там нижняя граница установлена должно быть выше вот установленной границы естественно мы переживали пока ждали результаты этого анализа потому что от этого зависело плетим мы или не летим плюс очень дорогостоящая вся эта процедура 10 с половиной тысяч плюс там еще одна такси до курс кошку в метро не повезешь даже не даже не каждому человеку в метро знаете приятный чинить эти шумы все вот с учетом всех расходов получилось так нехило дорогой анализ ну еще нам сюда пришлось лететь потому что лаборатории которые проводят этот анализ их всего три те которые одобрены всего 32 находится в москве и 1 находится во владимире но нам как-то знаете в москву ближе чем во владимир поэтому мы прилетели сюда есть конечно вариант мошка какая-то есть конечно вариант взять сдать кровь у себя в городе там обратиться в специальную организацию тоже отвалить деньги это кровь значит будет доставлена вот сюда анализ отправят результаты это тоже все не бесплатно и к тому же долго то есть долго может занимать там около пол месяца или еще больше ну короче долгий это процесс и тоже не бесплатно и если транспортировка точнее правило транспортировки были нарушены вот этой сыворотки крови то результат могут быть плохие значит придется переделать и значит еще столько же бабла отваливать поэтому мы прилетели как говорится сами чтобы все сделать ходить в эту лабораторию и три дня подождать результаты мы дождались результаты были хорошие и мы такие юля меня сопровождал и мы такие счастливые довольные побежали домой и с этой бумажкой там просто зашкаливающий уровень антител орехов нас не подвела она просто побила все показатели там просто живут невероятные очень хорошо у нее иммунитет сработал при всем при том что у нее одна прививка кстати если кому-то интересно мне спрашивали сниму об этом подробное видео как подготовить животное но к перелету спрашивали меня отдельным будет видео если кому-то интересно что будет если плохой анализ если недостаточно антител нужно будет сделать еще одну прививку выждать 30 дней и снова подавать то есть представляете если у кого-то планы куда-то лететь и анализ плохой то снова делать прививку еще месяц ждать представляете поэтому неудивительно что некоторые люди отказываются от своих животных и оставляют их потому что виза то сё но у меня тоже виза сейчас как бы сгорает день за днем сгорает моя виза на въезд пока у меня хороший лимит по времени я еще никуда не опаздываю ну сам факт да поэтому наверное даже трудно осуждать людей которые такой экстремальной ситуации сделал все возможное в конечном итоге все равно отказываются от перевозки живут своих животных ищут на каких-то новых хозяев и так далее приходится расставаться и так далее даже сложно осуждать и сейчас прохожу этот путь думаю господи вид кошмар это просто какой-то ужас ладно мы счастливы все это все что нам нужно было сделать ну там есть еще несколько моментов которые нужно сделать там за пару дней до вылета но это уже фигня по сравнению с тем что вот мы прошли то есть все я поняла что да классно теперь я бегу домой и я бронирую билеты и не значит летим но не тут-то было как-то сразу не зашло знаете какая-то хрень началась во первых очень долго очень трудно было дозвониться в аэрофлот в тот день и на следующий день тоже было очень трудно почему тут как-то среднее время ожидания было от 20 минут скажем так и значит что нам говорят нам говорят что представители то есть операторы колл-центра говорят что перевозка животных ввоз животных в Южную Корею запрещен в смысле естественно мы нормальные адекватные люди мы готовились к этому и еще в марте начали узнавать я узнала со своей стороны да все что можно здесь узнать муж Кореи узнал там что что можно какую информацию мне предоставил да все хорошо ввоз животных возможен но с соблюдением определенных карантинных требований для чего и нужны вот эти все прививки сертификаты вот это вот вся ерунда именно для этого и нужно чтобы ввести безопасное животное безопасное животное и чтобы к тебе никаких санкций не применили не оштрафовали тебя не посадили животное потом на карантин по приезду не отправили его обратно домой чтобы вот этого всего не было нужно подготовить все документы естественно речь ни о каких запретах на ввоз не шла речь шла только о том какие нужно подготовить документы естественно я пыталась как-то сказать пожалуйста да уточните уточните я не понимаю чего вы говорите почему кто кто запрещает кому кто кому запрещает то есть Корея запрещает вашей авиакомпании конкретно на что оператор сказал что меняют нет просто запрет вообще запрет на ввоз живот естественно моя первая реакция была такая что просто рыдала я просто рыдал и прорыдалась потом я поняла что на этой авиакомпании свет клеем не сошелся нужно все-таки посмотреть другие варианты перелет очень долгие другие варианты есть но они еще более долгие с пересадками это конечно сейчас слава богу помимо одного рейса вот аэрофлота есть один рейс от корейских авиалиний но он достаточно дорогой вот я решила что ладно мы попробуем через корейские авиалинии они такой информации не дали что как бы ввоз запрещен нормально приняли заявку бронирование заявку на правое животное обычная стандартная процедура когда ты летишь животным ты сначала бронируешь билет потом звонишь делаешь заявку в течение суток примерно тебя отвечают и ты можешь уже платить билет билет сразу не оплачиваешь только после подтверждения что перелет твоего животного также возможно и естественно это было крайне возмутительное когда бегали да конечно да да почему чем проблема конечно вот и может лететь и проблему при этом представители другой компании заявляют нагло заявляют что корею запрещен ввоза животных просто доводя меня до истерики когда вложены такие деньги когда пройдены такие испытания когда у меня блять кошка бегает с лысой лапой потому что есть брилли шерсть чтобы найти вену взять у нее кровь когда она у меня в самолете уже пролетела по аэропорту помоталась и везде и помотала эту бедную кошку уже везде потрепала уже будет на анализы ее сдала и и мне все измучил эту бедную животину мне говорят запрещен ввоз причем безосновательно я просила чтобы мне выслали на почту либо документ на который они ссылаются либо отказ что они мне отказывают чтобы это не было голословно чтобы я потом не говорила ой ну мне вот там сказали по телефону да то есть в нашей стране все так что ты потом не докажут что тебе сказали все скажут да мы не говорили такого девушку вы придумали поэтому я требовала чтобы не выслать что-то на почту я получил отказ то есть мне ничего на почту не выслали просто на словах сказали что запрещено запрещен ввоз животных и все ничего я от них не добилась вот такая вот такая история для меня это во первых это стресс конечно который я испытала в первые полчаса после того как я получил отказ во вторых это вылилось в огромные расходы дело в том что авиакомпании вот это наш прекрасно она была должна денег должна сейчас и мне не только нам в период пандемии некоторые рейсы были отменены естественно по инициативе авиакомпании и всем кто вот не смог куда-то лететь не смог воспользоваться своими билетами купленными до 1 мая 2020 года авиакомпании деньги не вернула она предложила оформить ваучер либо какой-то там бумажный сертификат ну короче такие виртуальные деньги якобы которые ты можешь использовать для оплаты будущих поездок у меня тоже есть сертификат практически на 400 евро это не какой-то подарок от фирмы это те деньги которые когда-то мною и моим мужем были потрачены на билет который мы не смогли использовать из-за пандемии и соответственно это наши деньги но мы не можем их получить вот именно вот в таком эквиваленте чтобы пощупать их то есть не чисто виртуальный мы можем найти деньги воспользоваться услугой аэрофлота то есть купить снова билет я рассчитывала на эти деньги что я на эти деньги полечу этих денег как раз таки четко ровно хватает на мой билет не на кошку на кошку надо отдельно на мой билет хватает я получаю такое я короче попадаю реально на бабки потому что я не могу мне отказано в обслуживании и соответственно я должна лететь другой авиакомпании и заплатить практически со всеми сборами там поборами пятьдесят одну тысячу рублей за свой билет и за кошку корень и корень взимает плату 300 долларов то есть вот такая вот то я рассчитывала платить только за кошку и теперь из-за того что мне аэрофлот отказал в обслуживании сославшись на то что это якобы корея запрещает возить животных я вынуждена была бронировать приобретать билеты другой авиакомпании получают тем самым вот такой вот огромный материальный ущерб неподъемные деньги учитывая то сколько уже было потрачено на все вот эти поездки связанные с визой на все документы связанные с получением визы на кошку на все это сколько было потрачено и еще вот сверху падает вот это вот ситуация это просто вот ну это не это не подъемным просто это просто вот последние жилы из нас вытянуло вот серьезно то есть описать мое состояние просто невозможно такое такая вот горечь от вот этой какой-то несправедливости против которой ты который ты не можешь никак противостоять как когда нарушаются твои права когда тебя шокируют такими заявлениями да ты все узнал ты все подготовил тебя говорят собственно говоря все вещи которые не имеют права говорить потому что извините вы должны нести ответственность за свои слова вы говорите что южная корея запрещает ввозь животных вы реально пиздите заражение да при этом не неся за это никакой ответственности у людей там планы могут разрушиться там кто-то действительно это выбросить своего на улицу кота или собаку или не знаю даст дом не приют и потом прилетит и узнает что оказывается там можно было провести и привести то есть ну никакой людей не чувствует ответственности за собой за собой это полное бесправие просто не быдло это очень обидно это очень тяжело ладно девочки я буду держать вас в курсе событий что у нас дальше происходит котлеты мне там кажется уже горят на кухне всем огромное спасибо за внимание не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал пока пока хотя бы поддержите канал посмотрите старые видео посмотрите рекламу может быть вот так вот вы хоть как-то финансово мне поможете если вам не нравится помогать мне помогите моих кошки потому что извините 300 баксов за билет на кошку это серьезный сумм не говоря уже о том сколько на сколько стоит мобили да так всем пока спасибо люблю целую